Привет, зрители и подписчики моего канала! Вчера вечером у меня родила козочка Ла-Манча, которая покрылась рано, и родила она до года. Сейчас я вам расскажу, как у нас прошел окот и кого мы родили. Схватки у Эли сразу были быстрые, очень сильные, с маленьким промежутком по интервалу, я имею в виду. Меня пугал тот момент, что было мало слизи, и козленок не выходил. Я позвонила ветврачу, ветврач сказал наблюдать, пока не выйдет пузырь или не покажутся ножки, предпринять ничего невозможно. Пришлось наблюдать, но наблюдала я недолго, поняла, что что-то идет не так, и все-таки поехала за ветврачом. Первого козлика спасти не удалось, он захлебнулся, все-таки нужно было принимать меры раньше, а второй козлик вышел нормально. Он живой, все хорошо, все замечательно у него. Вот такой малыш, безушка, безушка родился, вот такой мальчик, заянька маленькая, зарлопан. Потом мы ждали послед, послед у нас не отходил. Ветврач полез в козу и сказал, что он очень приросший, и ни окситоцин, ни какой-либо другой препарат не смог бы спасти ситуацию. Все отделялось вручную, долго отделялось, конечно, мучительно для козы, но по-другому было никак нельзя. После отделения последа мы поставили свечку специальную, потом препарат кальция, и вот сейчас я буду ставить ей витаминки. Также после окота я ей дала коктейль энергетический. Вот такая штучка, разводится в теплой воде. Правда, пила она неохотно и выпила мало. Сейчас Эле мы поставим укол, витаминки. Сейчас моя девочка, сейчас, да, они больнючие. Сейчас, мой хороший, мама потихоньку вводит, и вводится тяжело. Они как будто масляные. Сейчас, сейчас, девочка, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, мой хороший. Эля. Все, мой хороший, все. Давай, расходи свою ляшечку. Вот такие витаминки. Я ставлю козочки после окота. Дозировки я вам называть не буду, потому что, во-первых, на каждую козу своя дозировка по массе, а во-вторых, я не ветврач и ничего рекомендовать вам не могу. Я рассказываю то, что делаю я, и вам совершенно не обязательно повторять это за мной. Я не знаю, правильно это, неправильно. Я делюсь с вами своим опытом, но никак не заставляю делать то же самое. Сегодня Эле дали гомотоник, витаминки в воду. Пока тоже не очень много попила. Жует сенка. Вчера не жевала. Видно, тяжко ей было после окота и отделения последа. Вчера она только маленечко-прималенечко покушала. Маленькую щепоточку корма у меня из руки. Кормим малыша. Такого сладенького. Малозива ему даем. Совсем безухий. Безухий совсем пацанчик у нас. Малевочка. Хорошая малявочка такая. Эту малявку, как мама, она не приняла. Вроде как она его и не бьет, не топчет, но и кушать не дает. То ли потому, что она первокотка, то ли потому, что нелегкий окот был, неизвестно. Но малышка находится, малыш, мальчик, находится с мамкой, а кормлю я из бутылочки его. Вымя у матери достаточно мягкая. На сегодняшний день отека нет вообще. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, в следующем видео или через видео я расскажу вам, сколько она дает молочка. Раздаивать мамку козу я, конечно же, не буду. Буду доить два раза в день, чтобы не выжимать, так скажем, все силы из нее, потому что она мелкая. Два раза в день сколько даст, столько даст. А там будет видно. Но и запускать я ее тоже в ближайшее время не собираюсь. Как минимум, три-четыре месяца я буду наблюдать, как она будет по молоку. А там уже будет видно. Если кому-то нужен такой козлик, малыш, если кто-то хочет его купить, обращайтесь. Это ла-манча с американскими кровями. Вот такой вот клопышок, малышок. Совсем без ушек. Совсем без ушек мальчишка. Вот такой прелестный парень. Буду наблюдать дальше за мамочкой, как она себя чувствует. За козленышем. Маме буду витамины ставить по схеме. И пожелаем всего доброго малышу. Найти ему хороших, добрых ручек. Папу и маму. Вот она, замечательная, миленькая, маленькая. Чудо чудное. Красавчик такой. Так непривычно. Горбика нет, ушек нет. Уже привыкла к нубийским козочкам и козлятам. Ой, как страшно. От мамки забрали. Куда-то поставили. Так страшно. Повилай хвосточком. Хвостиком. Ай, тра-та-та-та-та-та. Милаха такая. Ты милаха такая. К мамочке, да. Пойдемте к мамочке. Пойдет мальчишка к мамочке. Чтобы мамочка его кормила бы, было бы хорошо бы. А мамочка не хочет. Да, мамочка? Мамочка, почему не кормишь деточку? Друзья, на сегодня все. Пока-пока. Спасибо за просмотры. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok